В работе сессии, которую провел городской голова Черноморска Валерий Хмельнюк, приняли участие 35 депутатов Горсовета. В повестку дня заседания вошли более 20 вопросов. Первыми депутаты рассмотрели два кадровых вопроса. В частности, городской голова Валерий Хмельнюк обратился к народным избранникам с предложением утвердить Юрия Крука, в свое время бывшего руководителя морского торгового порта Черноморск, на должности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти. Городской совет единогласно утвердил назначение Юрия Крука на новую должность. Еще одним своим решением депутаты ввели Юрия Крука в состав исполнительного комитета Черноморского городского совета. В свою очередь, Юрий Крук поблагодарил всех за оказанное доверие и пообещал уже в ближайшие дни заняться решением актуальных проблем территориальной громады. Основная задача – это быть полезным городской громаде, основная задача – это показать работу в виде конкретных дел. Основное направление, которое, я думаю, будет у меня первоочередным – это развитие привлечения инвестиций в город, это развитие тех предприятий, которые сегодня работают в городе, и та динамика, которая, скажем так, в лучшие годы была, к сожалению, сегодня есть и объективные, и субъективные причины, но потенциал, потенциал у города колоссальный. Затем депутаты рассмотрели несколько бюджетных вопросов, основными из которых был проект главного финансового документа города на следующий год. Как отметила в своем выступлении заместитель городского головы Наталья Чумель, бюджет города сформирован в сумме почти 597 миллионов гривен. В основном формування розрахунковых показников доходов и выдавки в бюджетном бюджете укладені вимоги чиновного бюджетного податкового законодательства, которые врахованы в законопроектах про державный бюджет Украины в 2015 году и законопроектах про внесенные изменения бюджетного и податкового кодекса. Закрема, с 1 сечня 2017 года в Коммунальну область Чорноморські териториальні громади будут передані два лікувальні заклади – Циричівська міська лікарня та стоматологічна поліклініка. На частковое финансирование данных закладов в державному бюджеті передбачена медичная субвенция міста Чорноморска в сумме 61,1 миллиона гривен. На фінансування освітнянської галузі, зокрема, добиття середньо-загальної освіти, передбачена субвенция в сумме 73,5 млн грн з цельним призначенням лише на випадок заробітні плати педагогічному персоналу. Власний ресурс міського бюджету формується із 21 джерела надходжень, основним із яких є податок на доходи фізичних осіб, надходження якого в наступному році до міського бюджету в сумме 236,4 млн грн, або на 35,6 млн грн більше надходжень всього року. Депутаты всех фракций единогласно поддержали представленный проект бюджета. Народные избранники считают, что в следующем году в достаточной мере профинансированы расходы по всем основным сферам жизнедеятельности города. В основе философии расходной части бюджета должно быть заложено качество жизни каждого членоморца. Поэтому сегодня мы приняли бюджет города 2017, где с боем мы все-таки добились основного финансирования на капитальные ремонты жилого фонда, где каждый житель проводит больше половины своего времени, на финансирование развития образования, медицины. То, куда каждый может попасть и то, куда ходят наши дети с 5 лет, заканчивая с 18. Что еще может быть самое важное? Действительно, сегодня знаковый документ принят на 2017 год. Это бюджет города. Наша фракция этот бюджет рассматривала неоднократно. Мы к нему подходили очень фундаментально, потому что есть ряд вопросов, которые необходимо закрепить бюджетом. Это помощь малообеспеченным, это социальные гарантии для малообеспеченных людей, это помощь в погашении частичных плат за квартирную плату, это всевозможные дотации с бюджета, которые необходимы в сегодняшних реалиях горожанам. Мы к этому подошли ответственно, мы эти все вопросы отразили в бюджете. Более того, хочется отметить, что мы пошли по социальному направлению. Мы все-таки настояли на том, чтобы в Александровке продолжалась процедура, связанная с строительством садика. Мы настояли на том, чтобы осуществлялись оберегукрепительные работы. Также депутаты дали согласие на безоплатное принятие в коммунальную собственность территориальной громады в лице Черноморского городского совета, дворца спорта «Юность», а также других объектов государственной собственности, напорного коллектора хосфекальной насосной станции, молодоинского коллектора внешней хосфекальной канализации, части придомовых сетей водообеспечения и водоотведения, которые находятся в 13 микрорайоне, а также центрального теплового пункта с оборудованием, расположенного по проспекту Мира 27Д. Абсолютно все рассмотренные на сессии вопросы депутаты поддержали единогласно. Когда единогласно, это говорит о том, что нет популизма, нет политики. Есть реальные цифры, есть социально-экономическая ситуация в городе, которую надо улучшать и развивать. Есть инфраструктурные проекты, которые надо принимать и делать. Разговоры надо трансформировать в реальные решения. Этот бюджет являлся консолидатором всех депутатских фракций, всех депутатов, поскольку он действительно необходим для развития города и стабильного его понимания, потому что не может сегодня только лишь словами или какими-то отказами от голосования решаться те вопросы. Только единое голосование позволяет органам исполнительной власти выполнять те задачи, которые ставят депутаты. А депутатам ставят задачи это жители города. Высоко оценил работу сессии и мэр Валерий Хмельнюк. Сегодня произошло то, что должно было произойти чуть раньше. Мы понимаем, что сегодня в такой непростой ситуации, в которой находится наше государство, нам надо не раскачивать лодку, а брать весло и грести. Весло – это развитие экономики. Весло – это привлечение новых, создание новых рабочих мест, создание возможности лучшей жизни для наших горожан. Вот это как раз нас и всех объединило для того, чтобы принять все наши решения. Городской голова еще раз подчеркнул важность своевременного принятия бюджета Черноморска на грядущий год. По большому счету ресурсов, хотя и бюджет один из лучших за последние годы, он стал еще значительно больше, но нынешняя инфляция и те социально-экономические проблемы, которые живут наши люди, они требуют большего вливания денег на развитие нашей инфраструктуры, поддержания жилых домов, поддержания нормального уровня тарифа и так далее. Поэтому, скажем, бюджет получился, как никогда, социально ориентированный. Это мы так говорим, что 40 миллионов гривен – это вот социальный пакет наших горожан. А куда этот пакет, откуда деть другие ресурсы? Когда, скажем, мы сегодня поддерживаем достаточный уровень тарифов по воде, то мы платим без бюджета каждый год 5 миллионов. Если, скажем, квартирная плата наших горожан, она не поднимается уже 4 года подряд. Параметры бюджета на 2017 год говорят о том, что город продолжает развиваться. А главной задачей городских властей по-прежнему остается сохранение экономической стабильности Черноморска.